Как передается ВИЧ и кто подвержен этому вирусу? В век информационных технологий и интернета дать ответы на простые вопросы в студенческой среде могут далеко не все. Проверить знания заодно и здоровье. Артем Кашевский пришел одним из первых. Самое главное, говорит, решится пройти тест на ВИЧ. Мне стало интересно, в первую очередь, как проходит сама процедура. Ну и к тому же было интересно, вдруг что-то как-то там где-то, потому что я недавно набил татуировку себе и решил немного обзапасить себя. Я в себе уверен, вот я уверен, что у меня все хорошо и я надеюсь просто подтвердить свое мнение. Экспресс-тест на ВИЧ сейчас делают по слюне. Если человек заболел, в ней будут антитела, которые вырабатывает организм на борьбу с вирусом. Ну что ж, попробуем. Признаюсь, конечно, в себе уверенно, но волнительно. Возьму биоматериалы с полостью рта между губой и десной, сверху и снизу. Ждать мне пришлось 20 минут, но я думаю, результаты уже готовы. Сейчас узнаем, что там. Тест на ВИЧ отрицательный, одна полоска, ВИЧ-инфекция у вас не обнаружена. Ребятам напомнили, как себя обезопасить от ВИЧ. Важно знать, что вирус передается только тремя способами – половым, через кровь и от матери к ребенку. Сегодня в Самарской области уровень заболеваемости высокий. В ВИЧ выявлено 40 тысяч человек, большинство из них – молодые мужчины в возрасте до 35 лет. Сейчас, говорят эксперты, ВИЧ чаще стали диагностировать у женщин. Наиболее сложная ситуация в Самаре и Тольятти. Эпидемия начинает уже самоподдерживаться и саморазвиваться без такой существенной роли особо уязвимых групп населения, таких как наркопотребители, секс-работницы, а она начинает самоподдерживаться в обычном социально адаптированном населении. Это очень тревожный факт. Если реакция на ВИЧ положительная, важно сразу же встать на учет в спид-центр. Если правильно лечиться с этим вирусом, можно жить десятки лет, утверждают медики. А при грамотном подходе ВИЧ-инфицированная женщина может родить здорового ребенка. Алина Чемерс, Григорий Плешаков, События.